Пенсионер Сагнай Булдыбаев благодарит спасателей и полицейских, которые помогли ему и его близким эвакуироваться из затопленного массива. Когда талая вода пришла из степи, в доме Булдыбаевых был накрыт праздничный стол и сидели гости. У нас дома были гости. Хочу отметить большое спасибо участковым. Там двое ребят казахи, парни были очень молодцы. Они моих внуков, гостей наших из дома, они на плечах вынесли, на сухую местность вытащили. И хочется отметить, что большое им спасибо. И большое спасибо, не знаю, ну, все равно всем спасибо, кто участвовал в этом. В доме Сагнай Булдыбаева уровень воды достигал 40 сантиметров. Сгорела часть техники, пришло в негодность покрытие полов. Но дедушка не жалуется. Он поблагодарил власти за выплату разовой социальной выплаты в размере 300 тысяч тенге. И теперь ждет решение комиссии по определению компенсации. Вода из его двора ушла только спустя три дня после начала паводка 28 марта. Ну, сейчас вот частично мы сами на свои деньги восстановили, там, холодильник не заработал. После этого мы сделали этот мародинник не работал, сейчас тоже работает все. Потом этот фильтр воды не работало, тоже мы это мастера вызывали, сделали. Но сейчас вот негодность пришла, мебель, это обои, мебель, потом этот линолеум тоже. Линолеум весь дом поднялся, ну, на первом этаже у нас где-то сантиметров 40 вода стояла. Массив Магаджановский лесхоз был одним из первых районов города, куда пришла талая вода. Жильцы винили не только стихию, но и коммунальные службы, которые ранее возвели здесь плотину. К слову, сейчас сотрудники агентства по финансовому мониторингу проверяют подрядчиков трех дамб в стране, которые прорвало во время паводка. Среди них есть и Магаджановская. Несмотря на название, она не имеет отношения к вышеназванному массиву и расположена в Алгинском районе. Из-за ее прорыва 5 апреля под воду ушли два поселка – Козылту и Бескоспа. Влад Рогушев, программа «Факт».